Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Депутат Одеської міської ради Дмитро Співак. Дивіться просто зараз в програмі «Бацман». Добрый вечер. В эфирі програма «Бацман». Совместный проект интернет-издания «Гордон» и телеканалы 112 Украина. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер. Знаете, так вот я к вам ехал на эфир и задумался о том, что мы слишком долго с вами шли к этой встрече. И вот, как говорит Михаил Михайлович Жванецкий, сегодня она за чем-то случилась. Я думаю, что у нас все получится. Единственное, что я уже экс-депутат Одесского городского совета. Тут, так сказать, мало ли, чтобы я себе не присваивал чужих достижений. Ну, об этом поговорим в том числе. Вот я знаю, что вы политик. Я знаю, что вы бизнесмен. Я знаю, что сейчас вы еще и телеведущий. Кстати, у вас один из самых высоких телерейтингов. Но я не знаю, чей вы человек. У нас же в политике каждый кто-то, кому-то, как-то, и к какому-то из олигархов подчиняется или к кругу принадлежит. Так вот, вы чей? Если я вам сейчас буду говорить все по секрету, вы ни с кем не поделитесь этой информацией. Никогда. Я вам скажу, я уже так... Только с двумя миллионами телезрителей, но это же наши друзья. Я понял, да. Вы знаете, значит, спасибо за бизнесмен. Я буду знать. После программы, если вы позволите, вы мне кое-что расскажете из моей биографии. То, чего я не знаю. Потому что, да, с бизнесом тут есть проблемы. Что касается, чей я человек, вы знаете, я вам так скажу. Вот я уже больше года веду свою авторскую программу на, так сказать, одном из телеканалов. И вот этот вопрос, чей я человек, задают не только мне, но уже и я сам себе. Более того, мне уже так хотелось бы, чтобы я мог на него ответить на этот вопрос. Слушай, Спивак, ты чей? Чьих будете, да? Помните эту историю? К сожалению для вас, Олеся, или к счастью для наших телезрителей, пока не чьих. Троеточие. Время покажет. А чьих хотите, давайте мы продолжим тогда, конкретизируем. Вы знаете, я сейчас, да, можно так сказать, высокопарные слова. Хочется быть независимым от всех, включая жены, маму и двух своих дочерей. Пропускаем. Пропускаем эту историю. Конкретно. Можно быть зависимым, Олесь. Можно быть зависимым от той или иной ситуации, от того или иного политика. Но нельзя, на мой взгляд, вот это мой такой внутренний принцип, мой стержень человеческий. Нельзя быть зависимым от того, кто владеет деньгами. Нельзя быть зависимым от того, кто тебе для чего-то дает деньги. Потому что как только тебе для чего-то дают деньги, ты попадаешь просто в интеллектуальное, мужское, человеческое и политическое рабство. Поскольку с рабством в нашей стране закончили несколько веков тому назад, я не хочу возобновлять этот процесс. Именно поэтому мой путь в политике, наверное, непрост. Именно поэтому, благодарю вас, так сказать, за комплимент, за тот факт, что мои программы рейтинговые замечательные. А это знаете почему? А знаете почему? Я вам объясню. Я вам объясню почему. Потому что у меня нет авторитетов. Я никому ничего не должен. Вот я никому ничего не должен. Я говорю, а, то, что я думаю, я говорю, б, с теми эмоциями, с которыми считаю нужным. Для меня нет запретных тем. Я с удовольствием могу самоиронизировать, да, я с удовольствием воспринимаю критику в свой адрес. Могу ответить, конечно, да. КВНовское прошлое, я же никуда не денешь. Поэтому так вот. Вот смотрите, вы сами затронули тему денег. Я хочу вас спросить. А есть сумма, за которую можно купить Дмитрия Спивака? Знаете, как анекдот про Королеву? Да, вы уже продаетесь. Да, так вот, 100 миллионов долларов, 200 миллионов. Вот приходит человек и говорит, вот столько, и ты проводишь мои интересы, начинаешь выступать, и я тебе подсказываю, что делать. Вот есть такая сумма? Или вы сейчас скажете, нет, меня невозможно даже за 500 миллионов долларов купить. Я откажусь от всех денег. Нет, я вам так не скажу. Это такой, знаете, философско-нравственный вопрос на засыпку. Я понимаю, о чем идет речь. Я не готов на него ответить, и это будет самый честный ответ. По нескольким причинам. Первое, позицию любого человека можно купить, наверное, я так думаю. Не верьте никому, кто вам скажет, да что вы, я же не такая, трамваи ходят вообще с другой стороны. Это все неправда будет. Есть какие-то суммы фантастические, которые вы называете, 100 миллионов. Я вообще понятия не имею, как выглядят эти деньги. Они мне, наверное, и не нужны. Вот видите, я в процессе ответа уже готов отвечать. Мне не нужны эти деньги. Потому что я не знаю, что с ними делать. Я не занимаюсь огромными инвестированиями и так далее. Мне хорошо тогда, когда я могу обеспечить себя на каком-то должном уровне, себя и свою семью. Когда я могу там два раза в год или три раза в год куда-то поехать. Когда я могу там зайти, купить себе джинсы или пиджаки. Я знаю, что мои дочки старше 16,5 лет, младше 3,5 годика. Я понимаю, к чему мы идем и так далее. И я бы не хотел, чтобы люди, которые меня знают, знают, что со мной бесполезно выстраивать вот такие отношения. Со мной можно договориться, меня можно убедить. Мне можно предложить какое-то общее дело, общую конструкцию. Если в этом общем деле не нарушаются мои нравственные устои, и если в этом деле будут присутствовать еще и деньги, слушайте, это же нормальный чек, но почему нет? Вот знаете, я вспомнила сейчас то, что мне в интервью говорил Мустафа Наэм. Я его тоже спрашивала по поводу денег. Он мне говорит, ты знаешь, деньгами меня невозможно купить. Но меня можно купить амбициями, то есть политическими должностями. У меня сейчас будет вопрос про это. Потому что вы дважды были депутатом Одесского городского совета. Вы дважды пытались стать депутатом Верховной Рады. Вы баллотировались, вы пытались стать главой Одесского облсовета. То есть политика вас манит. Вот я у вас хочу спросить, какая ваша самая большая амбиция, или давайте так скажем, цель? Что вы хотите? Стать нардепом, стать премьер-министром, стать президентом Украины. К чему вы будете идти? Сейчас вот давайте без вот пафоса. Не, абсолютно. А я же с вами без пафоса. Мы же разговариваем как нормальные здравомыслящие люди. Слушайте, пафоса много слишком вокруг нас. Очень много пафоса, вот этих, знаете, лозунгов, бьют себя в грудь, вышиванки, да, шариковые. Они же тоже со швондерами пели там на четвертом этаже с утра и вечером, да. Правда, галоши не снимали. Поэтому пафоса, лозунгов и штампов достаточно. Нет, у меня есть амбиции, безусловно. А человек, который... Я люблю публичную политику. Мне это нравится. Это мой наркотик, да. Включается телекамера, и я понимаю, что я имею возможность, право доносить до телезрителей какую-то свою точку зрения. Неважно, все с ней согласны. Нет, я же не доллар, да. Не надо меня любить и обожествлять. Но я имею возможность донести. И мне это нравится. Конечно, у меня есть амбиции. А почему сложный путь? Именно потому, что вы задавали первый вопрос. Потому что за мной не стоят олигархи. Потому что украинские выборы, это математика. Это же не идеология. Это математика. Количество бордов, количество гречки, количество заасфальтированных дорожек, тонн на километрах и так далее. Это деньги, давайте так. Это бюджет. Безусловно. Поэтому я все равно иду к своим целям. Я все равно хочу... Скажите, какие? Скажу вам, безусловно. Я буду принять... Более того, мне сейчас предлагают несколько чек. Говорят, Дмитрий, а ты не задумывался? Давай, вот там, так сказать, выборы президента. Тогда, как говорит Михаил Михайлович Жванецкий, в историю трудно войти, но легко вляпаться. Зарегистрируйся, чтобы потом легче на парламентских было пройти. Кстати, секундочку. Покрутись. Олесенька, зарегистрироваться, это так пока, как говорится, 100 тысяч долларов. Ну, 100 тысяч долларов. Ну, подумаешь, если к вам уже кто-то пришел и посоветовал, наверное, он и чемоданчик. Я не принял для себя решение, честно вам говорю, искренне. Вот поверю, хотите верьте, хотите нет. Искренне. Я не принял для себя решение по президентской кампании. То есть не принял в двух ипостасях. Буду участвовать. Кого буду поддерживать. Правда, нет пока решения. Но я точно принял для себя решение, что, конечно, я буду участвовать в следующей парламентской кампании. Как, в каком качестве, кто будут моими партнерами по жизни, с кем мне будет комфортно общаться. Посмотрим, поживем, увидим. Знаете, расскажи Богу, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему все детали своего плана. Я же не Мюнхгаузен, да, 9, 30, 10, подвиг, да. Мы с вами в студии сидим, это уже подвиг, да. Потому что у нас полстраны танцуют, полстраны воюют. У нас же гибридный мир, гибридная страна, гибридное военное положение, да. Кто-то одевает тельняшки, там, да здравствует свобода, кто-то там в камуфляже ходит. У нас министр Амелян вместо того, чтобы поезда ремонтировать, он на Воронеж с автоматом идет. С белыми медведями ему хочется разговаривать, там, рельсы он разбирает. У нас же страна, знаете, Александр Абдулов, как сказал в фильме «Гений». Помните? Страна непуганных идиотов. Вот складывается, когда смотришь на лица некоторых тех, кто нами правит, ну, это Канадчикова дача, серьезно. Ну, Владимир Васильевич Высоцкий, он красавец, он гений. Знаете, почему Высоцкий гений? Потому что он догадывался, что у нас будет Амелян, Климкин, Супрун, он догадывался, он о них это пел, когда я его слушаю, что они говорят. Поэтому есть амбиции, будем идти, хочется что-то менять. Я вас хочу спросить о тех конкретных людях, с кем вы уже работали в политике. Вот вы еще в Одессе, вы возглавляли ячейку Бют и работали с Юлией Тимошенко. Каких вы сейчас отношениях с ней? Смотрите, три тезиса. Первое, мне 50 лет. В отличие от всех наших политиков, которые говорят, да не, не, слушайте, да не, о чем вы говорите. У меня, я вообще ангел. Там, вы видите, три крылышка, да? Два моих, третья прикрылышка. Я не ангел. У меня есть биография. Это ты и не ангел. Да-да-да, я точно не ангел. Ну, не дьявол точно, но и не ангел, да? У меня есть биография. За большинство, подавляющее большинство своих поступков мне не стыдно. В том числе той странички моей жизни, о которой вы вспомнили. Теперь конкретно. 2010 год я поддержал, когда было вот это, да, сражение Тимошенко-Янукович, я поддержал Юлию Тимошенко. Скорее, это было против Януковича. Я не могу, да, четыре класса образования, три книжки. Я тогда не мог себе представить, что портрет этого человека будет висеть во всех кабинетах. Ну, вот я такой, да. Я не знаю. Я читал Ахматову, да, понимаю, что такое Евтушенко и так далее. Он тоже читал. Да, я понял, да, он профессор, знаю, да, с двумя буквами F, понимаю, да. Так вот, я поддержал Юлию Владимировну, был там одним из ее вип-спикеров, как модно сейчас говорить, да, там доверенных лиц и так далее. Когда она проиграла, я сказал, что несмотря на то, что вы проиграли, я готов возглавить в Одесском регионе структуру, идти в оппозицию. Поверьте мне, Олеся, что в Одессе на тот момент в проигравшей Юлии Владимировне Тимошенко пойти в оппозицию к победившему Януковичу и партии регионов, это был поступок, на мой взгляд. Так мне казалось. Но я сказал, Юлия Владимировна, здесь все надо менять. У вас есть одна проблема, по которой вы проиграли. У вас есть все. Сила воли, характер, все у вас есть, харизма, все феноменально. Есть один минус, вы проиграли, это кадровая политика. И я сказал, если мне дадут ваши там партийцы здесь все, революцию сделать, я иду. Да вы сейчас мне Саакашвили чуть-чуть напомнили. Не-не-не, не надо. Та же история про Одессу. Не-не, секунду. Если мне дадут, я тут сейчас. Михаил Николозович, это отдельная история одесской жизни, да. Если захотите, я вам потом расскажу свое мнение об этом романе их с Одессой, да. Он у них с ЗАГСом не увеличался, а таким разводом с дележкой имущества почти. Зато Грузия как-то успешно все сложилось. Я очень рад за Грузию, мне очень хочется, чтобы Михаил Николозович вернулся уже в Грузию, вернулся к своему народу, которому он дважды давал присягу на верность. И я буду рад и за народ Грузии, и за государство Грузии, и, собственно, за Михаила Николозовича. С его темпераментом, темпом жизни, ну хватит уже по Голландиям, по Европам. Возвращаемся. Я возглавил БИУД, значит, завели небольшую команду в городской совет. Понятно, что никто ничего мне там не дал делать, никого не увольнять, не забирать. Я пришел к Юлии Владимировне и сказал, что я в этой, ну, мне неинтересно. То есть я вот эту партийную вашу, вот структуризацию, этого нельзя трогать, потому что он там, здесь, значит, и так далее, и так далее. И мы расстались. Сейчас вы какие-нибудь? Мы не виделись с ней много лет. Сейчас у нее тоже, правда, я с ней виделся недавно. Мы очень мило поздоровались, потому что я ее никогда не предавал, никогда никаких гадостей в ее адрес не говорил. Я спокойно ушел, объяснил почему. Потому что я ушел из-за Турчинова, из-за таких людей, там, как Пашинский, и так далее, и так далее. Это было все-таки 8 лет назад, Олесь. Ну, вы тоже поймите, 8 лет тому назад. Была другая Украина, другая из Турчинова. Я был другой, молодой и красивый, наверное, да. Ну, наверное, я же сказал слово «наверное». Значит, мы встретились буквально несколько месяцев тому назад. Я пожелал ей успеха во всех ее начинаниях. Она сказала, что нам надо как-то вместе что-то вот подумать, строить. И я ей произнес фразу, которую сказал и 8 лет тому назад, и сегодня. Юлия Владимировна, сказал я ей, из-под ваших крыльев могучих такое количество негодяев и птенцов вылетело на свободу, которые сегодня в высших эшелонах исполнительной власти правят бал Украиной, кричат «Слава Украине!», да, рвут на себе кто тельняшку, кто, значит, вышиванку. При этом безбожно грабят страну. Вот безбожно. Я ей сказал, Юрий Владимирович, у вас опять все есть. Не займете своей кадровой политикой, не измените вот свой какой-то подход к людям, у вас ничего может не получиться. Юлия Тимошенко, вы ушли к Наталье Королевской тогда. Вот чем она вас прельстила? Ой, каюсь. Да, вот это я каюсь. Это был очень недолгий полет. Мы тогда, целая команда нас ушла от Юлии Владимировны. Мы были не согласны с ее кадровой политикой, с партийной политикой и так далее. Мы ушли. В тот же момент из Батьковщины уходила Наталья Королевская, мой близкий товарищ Андрей Шевченко, знаменитый футболист, который хотел попробовать себя в политике. Мне показалось, что из этого что-то может получиться. Что-то такое драйвовое, молодежное. Я же с КВН. Ну, мне не интересно. Но это я каюсь. Вот это та коротенькая, ну вот пятимесячная страничка в биографии, моей политической биографии, где я думаю, что я принял тогда неправильное, поспешное, эмоциональное и в конечном счете ошибочное решение. В 2014-м в Верховную Раду вы баллотировались от блока Петра Порошенко. А голосовали на президентских выборах тогда? За кого? За какого кандидата? Ну, я должен быть, слушайте, мужчина должен быть последовательный. Если я с 2010 по 2015 год, будучи депутатом Одесского городского совета, был в оппозиции к партии регионов, к губернатору Матвейчуку, к президенту, значит, Порошенко. Видите, по Фрейду сейчас. О, сейчас надо себе записать это, да. Значит, к Януковичу. То, безусловно, да, после событий всех, которые произошли, я понимал, мне казалось, что человек, который может, ну вот может создать что-то в этой стране. Богатый, опытный, все есть, миллиардер, вселенная распорядилась, дала исторический шанс. Я опять возвращаюсь, да, с классиком, да, детским, да. Трудно войти в историю, но легко в нее вляпаться. Мне казалось, что Петр Алексеевич захочет войти в историю. И я тогда его поддержал. Через два года, я закончу мысль, я написал даже статью такую, которая, значит, была опубликована, и написал, значит, название было такое, да, «Исповедь доверенного лица». Да, мы все живем где-то эмоциями. Тогда я считал, что я сделал правильно. Но если бы мне, Олесь, кто-нибудь тогда сказал, что по прошествии четырех лет наша страна, Украина, и все, что будет вокруг нее твориться, будет в сегодняшнем состоянии, я первый бы сказал, не отпускайте ту власть, вот ту злочинную, потому что придет еще более. Сегодня из всех списков кандидатов в президенты, кто как личность сильнее, чем Путин? Кто мог бы победить Путина, если бы он стал президентом в Украине? Значит, в каком плане победить? Идеологически, умом, военным путем? Сделать так, чтобы Украина наконец-то выиграла эту войну. А вы сейчас о чем говорите? Выиграть где? На полях сражения, в информационном пространстве? А я не знаю, я сейчас не конкретизирую, потому что это может быть просто сделать здесь такую успешную и процветающую экономику, так договориться с Западом и с миром, так себя поставить на международной арене, что просто те оккупированные области территории на Донбассе и Крым просто захотят к нам вернуться обратно. И люди будут не уезжать пачками, миллионами из Украины, а будут наоборот сюда стремиться и возвращаться. Браво, и я вам аплодирую, Олесь. Я очень хочу, чтобы так произошло. Здесь для этого не нужно быть сильнее Путина. Да, сильнее в чем? Ну, слушайте, президент второй по силе ядерной державы в мире. Да, господин Путин. Сегодня же правит Россия не Путин как личность, а некий коллективный Путин. Ну, уйдет Путин, придет другой. В России невозможно править либералу, потому что Россия распадется. Она очень сложное государство, долго не хочу о ней, да. Но там три четверти таблицы умножения, огромные запасы всего и вся, поэтому все эти санкции им дофени абсолютно, да, ну, по барабану. Эти все санкции, которые вводятся против России, только укрепляют экономику России. Разберутся они без нас. И с Путином, и с выборами, и так далее. Другое дело, возвращаясь к украинской политике, слушайте, у меня такое ощущение, что многие наши политические деятели, да, с маленькой буквы, очень маленькой буквы, они испытывают наслаждение от унижения. У них такая сексуальная, политически сексуальная импотенция, да. Мне все время им хочется сказать, слушайте, друзья, ну не можешь любить, сиди дружи, да, то есть, вы понимаете, то есть мы 10 лет были под Москвой, да, это же такая фраза, под, ни одно решение не принималось в Украине, пока кто-то не слетает в Кремль. Сейчас еще более все печально, сейчас к нам прилетает Волкер с уникальной должностью. Вы где-нибудь еще слышали такую? Спецпредставитель правительства другой страны по вашей стране. Ну а что он решает, скажите, на что он конкретно влияет? К сожалению, я бы хотела, чтобы Америка влияла, но они ни на что не влияют здесь. Нет, Америка очень влияет, только мы их не интересуем как государство. Олесь, я утверждаю это, что ни Америку, ни Россию, Украина, как государство, вообще не интересует. Украинские граждане, мы с вами, их вообще не интересует. Это логично, что каждую страну должны интересовать лично ее государственный интерес. Вот, поэтому мне очень хочется, чтобы пришел к власти целая плеяда политической элиты. Знаете, вот, извините, несколько дней тому назад мир, так сказать, отмечал 146 лет со дня рождения Уинстона Черчилля. У него есть огромное количество гениальных философских высказываний, цитат. Мне нравится одна. Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей. Как в воду глядел, как про Украину, знаете, как Высоцкий. Мы живем сегодня в эпоху громадных, изломных событий в Украине. И очень маленьких людишек. Нам не хватает стратегического мышления и государственного мышления. Не надо быть сильнее Путина. Надо прийти к государственному управлению не в качестве временщика. Надо прийти к государству. Что придет не в качестве временщика? Хороший вопрос. Назовите фамилию. Хороший вопрос. По вашему мнению. Не знаю. Не убежден. Но Вы за кого лично будете голосовать? Я Вам в начале программы ответил, что я буду, как публичный человек, если ты назвался публичным человеком, ты обязан принимать участие во всех политических событиях. Даже если я не буду участвовать самостоятельно в президентской кампании, я буду кого-то... Не знаю, Олесь. Это честный ответ. Я не хочу... Сейчас Вам кто импонирует из всех, кто есть? Вот видите, я аккуратно так формулирую. Нет, Вы можете формулировать и неаккуратно. Я вообще у Вас как на рентгене политическом. То есть абсолютно открыт. Можете меня рассматривать, сканировать. Я честен и искренен, потому что... Ну а чего мне? Что? Нормально. Не знаю. Многие люди мне задают вопрос. Могу Вам сказать точно не за Илью Киву, точно не за Ольгу Богомолец, не за Андрея Садового и так далее. Я понимаю, что сегодня есть три главных конкурента. Это действующий президент Порошенко. Могу спрогнозировать, что он еще далеко не хромая утка. Я в оппозиции нахожусь к нынешней власти. Если Вы смотрите мои программы, я их уничтожаю по делам. Я вообще не понимаю, как в воюющей стране грабят армию, и никто не сидит в тюрьме. Вот у нас военное положение, никто не расстрелян. Окей, у нас нет смертной казни. Но мне кажется, что несколько генералов должны получить лет 50 тюрьмы с конфискацией всего их имущества до прабабушки. Ну так мне кажется. Вы знаете фамилию? Да, ну а что там фамилию? Поймали двух заместителей замминистра обороны, которые 150 миллионов на горюче-смазочных материалах и так далее. Посмотрите, в каких домах они живут. Посмотрите на Муженко, посмотрите на Полторака. Сегодня Муженко произносит фразу «военное положение в стране». Ты, значит, один из руководителей Министерства обороны. Значит, взрываются склады у тебя МЛО. Взрывается второй склад – рука Москвы. Взрывается третий склад – нога чья-то. Слушай, может в консерватории что-то подправить, а? Может быть что-то с тобой нужно сделать? Я не знаю ни одного примера мирового, где руководство Министерства обороны после стольких провалов откровенных были бы не уволены. Я не знаю ни одного воюющей страны. Нам же с вами хотят как внушить? Мы же воюем, Путин нападет в четверг в 10.30. Если не знаете во сколько точно, спросите у Турчинова. Он точно знает. У нас по четвергам нападает Путин. Причем с трех сторон танками. Послушайте, нельзя людям вносить в подкорку, в сознание чувство страха и безысходности. Сегодня Муженко говорит, опасность широкомасштабной войны, агрессии России наземной против Украины, как никогда с 2014 года. Ты для чего это говоришь? Чтобы мы не говорили о коррупции Укрзалезницы? Чтобы мы не говорили о проблемах с пенсиями? Ты для чего это говоришь? Ты хочешь, чтобы еще 1500 людей уехало из страны? Ты для этого пугаешь людей? Вместо того, чтобы выйти и сказать, друзья мои, сегодня день вооруженных сил Украины. Я начальник генерального штаба. Вы будете жить в мирной и спокойной Украине. Я вам это гарантирую. Что бы ни случилось, наши вооруженные силы вас защитят. У нас уже были деятели, которые обещали парад в Севастополе очень прям скоро-прискоро. Но пока, к сожалению. Это кто? Гелитей? Он должен сидеть. Не потому, что я его не люблю, я его не знаю. В 2014 году каждый должен нести ответственность за свои поступки. Ты стал министром обороны. Дальше Иловайск, дальше Дебальцево, дальше аэропорт, дальше тысячи и тысячи смертей, дальше абсолютно провальные военные операции. Ты уходишь тихо, мирно и, так сказать, переходишь на другую генеральскую должность. У тебя все хорошо. У меня один вопрос. А, ты сказать, да, я же сын военного, Олесь, я сын военного офицера-подводника того времени. Я знаю, что такое офицерская честь. Я с папой объездил многие гарнизоны. В 19 веке Гелитей должен был бы застрелиться, да, любой нормальный командир. Я же не против него. Я за справедливость и за законность. Если ты был министром обороны, ответь, пожалуйста, что произошло. Я хочу знать, что произошло. Кто виноват? Может быть, не ты, может быть, твои подчиненные. Закругляю я всю эту тему. Послушайте, вот я живу в Одессе. Я сейчас на два города живу. В Одессе, в Киеве. Да, вот введено военное положение. Знаете, когда тут играем, тут рыбу заворачиваем, да, полстраны. Песни поют. Во второй половине страны нельзя песни петь. Вот я у вас хотела спросить. Мы вернемся еще по второму туру кандидатам. Я вас хотела спросить по поводу Одессы. Вот введено военное положение. Как это повлияло на жизнь в Одессе? Да, бросьте. На привозе все нормально и во всех остальных аспектах жизни. Ну, это бутафорское военное положение, полуфабрикат, театрализованная, переточная, постановочная вся история. Иногда возникает ощущение, что, знаете, для того, чтобы маскарад, карнавал костюмов провести. Кто-то в камуфляже, кто-то, мы же уже говорили с вами, кто-то в тельняшках, свободу морякам. Что свободу морякам? И так далее. Костюмированная штука. Значит, уже смешно. Первые 4-5 дней было как-то непонятно и грустно. Уже люди вообще никак не реагируют. Далее. А теперь, если без иронии, да, спокойно. На что влияет военное положение для нас с вами? 30 дней. Что можно сделать за 30 дней? Значит, у нас 16 военных кораблей. Говорю вам как специалист. Их точно через 21 день не станет 17. Ну, точно, да? У нас 300-тысячная армия. Вопрос, нахрена нужна дополнительная мобилизация? Мне кто-то может объяснить? Я же разговариваю со специалистами, с людьми из штаба, с разведчиками. Да, они говорят, Дим, да нам не нужна 300-тысячная армия. Нам их кормить нечего, у нас воруют все. Нам нужна 60-70 тысяч профессиональной армии. Зачем нужна мобилизация? Далее. Это военное положение было рассчитано вообще не на это. А сейчас это политический шаг. Он не влияет на экономику. Ну, никак не повлияет, да? В лучшую сторону. Он точно никак не повлияет, значит, на обороноспособность страны. И уж извините меня, Олесь, может быть сейчас не патриотическое скажу. Вот это вот все Путин нападет послезавтра. Во-первых, ничего этого не будет, потому что ему не нужна никакая широкомасштабная война. Он занимается подавлением Украины информационно-экономически и так далее. Надо же не забывать, что мы же торгуем с ними. Это же нам в сказке рассказывают про газ, про газовую иглу, с которой мы там откуда-то слезли, как у Кащея Бессмертного. Я не знаю, кто откуда слез, но в Фаберже яйца остались, знаете? Мы же покупаем газ в Словакии, да, реверс, да, все же понимают, здравые люди, что это Россия. Далее. Мы покупаем нефть, мы покупаем, значит, ядерное топливо, мы покупаем запчасти для... Вообще смешно, мы вроде воюющая страна, мы покупаем в России на Ярославском заводе запчасти для некоторых наших видов вооружения. Вы такое можете представить себе военное положение? Поэтому никак эти 30 дней... Если бы был Афганистан, то тоже солдаты, советские в том числе, торговали с той стороной и продавали им и оружие. Вы же сами знаете, какие были случаи, и массовые в том числе, ничего нового. Поскольку вы меня представили с Одессы, то я вам отвечу вот так, чтобы совсем уже, да, по поводу военного положения. Друзья мои, вы или крестик снимите, или шорты оденьте. То есть мы или давайте готовимся к чему-то, тогда расскажите план действий, военных действий, или давайте прекращать играть вот в этот патриотический предвыборный накал. И самое главное, Олесь, я уверен, я верю, вот просто верю, чувствую, я очень хочу, чтобы наступило 26, да, по-моему, декабря, 14.00, чтобы закончилось без каких-либо дополнительных последствий это военное положение, так называемое, чтобы опять воссоединилась страна, чтобы мы стали все-таки едиными. Нас сейчас опять делят, то там по языковому признанному, по национальному, у нас же с вами как, справа патриоты, слева антисемиты, да, впереди Путин, сзади, значит, в балаклавах эти активисты. Некуда же деваться обычному человеку, поэтому в Польшу и уезжают. Я очень хочу, чтобы 26 числа все это закончилось, и мы все вместе, вот как единое государство, встретили новый мирный Новый год. И придет... Да, извините. У кого сегодня, на сегодняшний день, наибольшее количество шансов выйти во второй тур президентских выборов? Да, есть, думаю, сейчас спрогнозирую. Я, конечно, не Павел Глоба, но часто мои прогнозы сбываются. Ну, не важно, кто мне нравится и кто нет. Глобы, кстати, часто не сбываются, поэтому я надеюсь, что вы лучше. Да, да, да. Я бы вообще, знаете, при новой власти возглавил бы, знаете, какое министерство? Вот хочу должность получить. Да, вот если можно было бы в следующем правительстве возглавить такое вот министерство по недопущению неадекватов и идиотов во власть. Вот серьезно. Чтобы вы их не допускали, можно на практике написать? Да, конечно, ну, Ульяна Супрун уже сделала всю реформу, я думаю, что я бы их провел всех по этим кабинетам, кое-кого госпитализировали бы, кое-кого бы освидетельствовали. Я думаю, что очень многих можно было бы выгнать из страны. То есть вы хотите через что их пропускать? Через психиатра, детектора, лжи? Нет, 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 на психиатре все закончится. Да, ну, абсолютно, больше уже ничего не надо. На психиатре и дальше долгое лечение, потом реабилитация с фруктами, овощами. А у нас сейчас нет промыслового ликования, у нас же все для психов, ну, для тех, кто психически болен. Да, нет, они, знаете, они не психически больны, они просто ненавидят свою страну. Они не психически больны. Ну, почему, многие со справками? Да, 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 есть такие во высших эшелонах власти. Знаете, я много общаюсь с иностранными журналистами, политиками, депутатами. Они уже боятся нас, им уже не смешно, они боятся нашей непредсказуемой, они не понимают нас и так далее. Давайте вернемся к фамилии второй тур, на ваш взгляд. На мой взгляд, имеют шансы войти во второй тур. Понятно, Юлия Тимошенко, понятен ответ. Мне представляется, что не потерял шансы войти во второй тур Петр Порошенко. Ну и, конечно же, конечно же, да, несподиванка такая, это Владимир Зеленский. Причем это, знаете, люди же воспринимают Володю не как Владимира Зеленского политика, а как голобородька из фильма «Слуга народа». «Слуга народа». Это гениальная штука такая, это вот такой, это, ну как вам сказать, ну вот, это исторический момент. Да, исторический момент такой, понимаете, это невозможно было бы пять лет назад, и я не знаю, будет ли это возможно через пять лет. Но сегодня это так, это от ненависти к нынешней власти, от безысходности у людей, а давай мы вот так, ненавидим его, а вот мы за Зеленского. И сегодня социология показывает у него колоссальный рейтинг, рейтинг доверия. Я не знаю, как это выльется в электоральную поддержку, видите, умное слово, да, электоральная поддержка. Ну, социологи так говорят, что симпатия... Это уже все, даже в самых глухих селах знают, так часто это звучит. Поэтому я вот думаю так, что основная... А Анатолия Гриценко вы не рассматриваете, не видите во втором туре? Нет, нет, нет. Могу объяснить почему. Почему? Ну, не важно же, как проголосуют, важно, как посчитают, это первый момент. После того, как у них не состоялся союз политический с Виктором Балогой, ну, в качестве начальника избирательного штаба, я считаю, что Анатолий Гриценко наступит на свои привычные уже грабли, он не сможет создать мощную... Рейтинги же пока другое. Нет, 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 дело не в рейтинге. Нет, нет, еще раз, выбор, рейтинг до выборов, избирательная кампания, сам выбор, сами выборы и подсчет голосов, это, как говорят, две большие разницы. А у нас громадная страна, просто географически, территориально громадная страна, и создать мощнейшее, нужно создавать сетку, мощнейшую структуру. Это громадные деньги и громадный человеческий ресурс. Я считаю, что этот человеческий ресурс и громадными деньгами обладают два человека. Это Тимошенко и Порошенко, ну и Владимир Зеленский, который сегодня может под свое имя, безусловно, собрать любые средства. И это касается не только Игоря Валерьевича Коломойского. Вот вы сказали в начале программы, что вы бизнесом не занимаетесь. У меня вопрос, а как вы деньги свои заработали? Да, очень легкий ответ. Большим бизнесом я никогда не занимался. Много лет, ну у меня мама много лет занималась торговлей, и сейчас, дай ей бог здоровья, она тоже занимается. У нас там небольшое кафе есть. Когда-то я занимался продюсерской деятельностью, потом я занимался… Как называется? Продюсерский центр «Легион» мы занимались… Кафе. А, не скажу. В Одессе же вкусно покушать. Не скажу, я не буду делать рекламу, не скажу. Мама на вас сейчас обиделась, сто процентов. Нет, наоборот, наоборот. Не буду рекламировать, это небольшое кафе. Значит, и где-то лет 8-10 тому назад, когда мы все… Нет, даже больше, лет 15 назад мы все занимались бизнесом, мы что-то продавали, чего-то возили, какие-то там автомобили и так далее. Появились какие-то первые деньги. Я тогда, мне кажется, приобрел два помещения, ну два объекта недвижимости, которые я сегодня сдаю в аренду. К сожалению, могу вам сказать, уже немножко не хватает. Жизнь дорожает, у меня двое детей. Я и хотел бы сейчас, наверное, заняться бы каким-то бизнесом, но, но, мне хотелось… Знаете, вот так я вам скажу, Олесь, мне хотелось бы зарабатывать деньги в той сфере деятельности, честные деньги, в той сфере деятельности, которой я занимаюсь. Вот если бы мы жили в какой-то… В журналистике вы зарабатываете? Ну нет, конечно, безусловно, нет. Безусловно, нет. Я не зарабатываю деньги в журналистике, потому что я не считаю себя журналистом. Но я веду свой авторский проект там на одном телеканале. Сейчас вы меня пригласили в качестве гостя. Ну какой я журналист? Да нет, я бы так себя не назвал. Я думаю, что я скорее… Вот я возглавляю там общественную структуру, национальная стратегия развития. Я езжу по регионам разной страны, встречаюсь с молодыми талантливыми людьми, ребятами, девочками, девушками, которые там заканчивают институты. Разные, социология, журналистика, политология, экология. Им интересно поучаствовать в создании чего-то. Мы что-то там нарабатываем и так далее. Ну вот я такой, ну мне это интересно. Вот если бы это еще бы приносило деньги, слушайте, я был бы счастливым человеком. Надеюсь, что мы к этому еще придем, да. А что касается, знаете, коррупции, то вот это какая-то фантастическая штука. Мы богатейшая страна по ресурсам, по деньгам, по количеству дорогих отелей, бизнес-центров, автомобилей. И плетемся там, да, 115-е, 130-е, 150-е место. У вас есть оружие? Нет. Почему? Вам не страшно? Нет. Для чего? Вот мне скажите, я задавал сам себе вопрос. Вот мне для чего нужно оружие? От хулиганов? Ну, когда бессмыслица, ты прежде чем нажать курок, ты подумай, ты сможешь это сделать или нет. У меня есть наградной кортик от моего папы оставшегося покойного. Да, оружия у меня нет. Страшно, не страшно? Да, слушайте, все, что происходит сегодня в Украине на улицах города, ну, наверное, иногда страшно. И за себя, и за своих детей, и за своих близких. Наличие в кармане пистолета, не думал об этом. А может быть. Вы знаете, почему нет? Подумаю. Может быть, вот сегодняшний наш такой диалог где-то вот и натолкнет на меня. Вы знаете, вот вы сказали по поводу того, что Путин не нападет, вы уверены, что это ему не нужно? А я хочу с вами поспорить. Дело в том, что Андрей Иларионов написал очень интересную статью на днях, где он подробно обосновывает, почему Владимиру Путину очень нужно напасть, и я сейчас скажу, куда и как. Он говорит о том, что до выборов президентских в Украине Путину обязательно нужно будет пробить коридор и захватить части района Херсонской области. Почему Херсонской? Потому что в Крыму очень большая нехватка воды, и если до лета 2019 года он не получит ее откуда-то, то может начаться просто экологическая катастрофа в Крыму. В принципе, это выглядит очень логично, особенно если вы почитаете объяснение, я сейчас не хочу занимать эфир. Да, да, я понял. Так вот, как вы относитесь к такой версии? Я слышал с таким прогнозом Андрея Иларионова, ну, так сказать, пусть он меня простит, я понимаю его сегодняшнюю позицию. Все, кто из России, все, кто работали когда-то с Путиным, потом уехали из России в Украину, они вот придерживаются какой-то такой позиции. Ну, может, они немножко его знают, Путина, поэтому они дают такие прогнозы. Я не верю ни в какую наземную операцию, сегодня так уже никто не воюет, сегодня есть другие методы. Сегодня идет колоссальная, знаете, вот G20, вот Буэнос-Айрес, все там рассказывали друг другу, кто с кем поздоровался, кто нет. И никто даже не обратил внимания, что, ребят, у нас маленькая планета Земля, громадные проблемы, все же друг другом воюют. Да не Россия только воюет с Украиной, сегодня США воюет с Россией, колоссальная идет война за влияние, за газ. Эти хотят, значит, Северный поток-2, Трамп говорит, не, мы против вас, самцы. Послушайте, ну, вы сравнивайте, у нас гибнут уже больше 10 тысяч, это только я официально беру, я не знаю, сколько неофициально. Но там же нет таких потерь, здесь же самое главное, люди гибнут. Воевать экономически на здоровье, это абсолютно цивилизованные методы. Но когда вы сравниваете, говорите, что Америка с Россией воюет... Я не сравниваю, я говорю о том, что геополитическая война Америки с Россией, с Китаем, с Ближним Востоком будет лишь усугубляться. Мы же, как государство, должны просто помнить, нравится нам, нет вообще такого слова, мне нравится, симпатичный, друзья, братские, нету такого. Сегодня каждый за себя. У нас 2300 километров совместной границы, Олесь, не с Соединенными Штатами Америки, а с Российской Федерацией. К сожалению. Более того, не мы географически никуда не собираемся чемоданы взять и уехать, не Россия, насколько я понимаю, никуда не собираемся. К сожалению. Нам придется сосуществовать как два государства. Первое. Пункт первый. Стена, наверное, уже скоро будет построена. Стена именно Арсения Петровича Яценюка сделала еще одного человека очень богатым. То есть стена между Украиной и Россией имени Арсения Петровича Яценюка сделала очень богатым еще одного человека. Я благодарен Арсению Петровичу за эту стену. Она бессмысленна по сути, но туда списано огромное количество денег. Это второе. Третье. Олесь, ну мы же с вами взрослые люди. Какая стена? Ну мир новых технологий, новейшего вооружения, точечная стена. Какая стена? Мы там что, в рукопашную собираемся? Ну я вас прошу, не нужно. Третий пункт. Любая война заканчивается за столом переговоров. Лесь, любая. Я, исторический так. Эмоции надо подавить. То есть или мы будем говорить эмоционально, или мы будем говорить с точки зрения развития государства. Так вот я вам говорю, что после президентских выборов там наступит мир. После президентских... Где, у нас? На Донбассе, да. Я надеюсь, что после президентских и парламентских выборов, я надеюсь, что будет сформирована та властная конструкция. Слушайте, ну а как вы себе представляете эти переговоры? Это все прекрасно, да, за переговоры. Вот как вы себе их представляете? Любой президент Украины садится за стол с Путиным, если они вдвоем садятся. И что? Путин говорит, да, я заканчиваю войну, вывожу технику, забираю людей, но за это полностью влияю и подчиняю, контролирую все решения Украины, блокирую выход ее на Запад, на рынки и так далее. Чтобы в НАТО не попало. Ну короче, вот весь пакет, собственно говоря, который хочется. Не совсем так. А какие аргументы за столом переговоров у любого президента Украины, чтобы поставить Путина на место и отвоевать свою независимость украинскую? Первое, значит, как бы я поступил, я не претендую на истинную последнюю станцию. Давайте, да, вот как вы, хорошо. Первое, я сегодня считаю, это мое глубокое убеждение, что поскольку нас ни в НАТО, ни в ЕС, лет 15-20 еще там никто не ждет, о чем говорил и Столтенберг, и о чем нам присылают месседжи регулярно. То есть нас держат, знаете, под боком, на поводке. Ребят, ну вы как бы с нами, но только, кстати, двери мы закрываем. Потому что такие с грязными ногами и немытые, и небритые, вы нам не нужны, да? Поэтому вы как бы с нами, но мы вас в гости не зовем. Я бы сегодня объявил бы своему народу, что лет 10 ближайших мы будем модернизировать свои вооруженные силы, пусть по образцам НАТО, нет проблем, не самые плохие образцы. Но мы остаемся внеблоковым государством, выстраиваем свою международную политику и пытаемся, да, Олеся, пытаемся договориться, как на Западе, с Польшей, с Румынией, с Венгрией, с Болгарией. Нас Климкин уже с белорусами поссорил. Хочется его спросить, господин Климкин, что вам бацка сделал? Что вам белорусский отец всех народов сделал? Что ты, как министр иностранных дел, господин Климкин, вы, да, вы, господин Климкин, вы уже пугаете украинцев, что, мол, не надо вам ехать в Белоруссию. Причем с Россией, нас уже поругали со всеми соседями, с поляками по поводу гуманитарных аспектов, исторических аспектов, с венграми по поводу языкового вопроса и так далее. Нам есть с кем мириться, не только на Донбассе. Поэтому внеблоковый статус, хотя бы на 5, 8, 10 лет, потом поговорим. Я убежден, что вообще вся система... А вот я вам скажу, что если бы не было вот этого, потом поговорю, с другой стороны, я справедливый человек, если бы Украина была уже в НАТО, не было бы этой войны, Путин не смог бы аннексировать Крым и не было бы Донбасса. Значит, отвечу вам так. Во-первых, история не терпится слагательного наклонения. Во-вторых, к 2013 году вообще бессмысленно говорить о каком-то НАТО. В-третьих, мое глубокое убеждение, что такие стратегические вопросы, как выбор, гуманитарный выбор, внешнеполитический выбор страны, не имеют права решать политики просто там за столом, под сукном и так далее. Референдум. Решит народ Украины. Идем в НАТО, мы будем делать все возможное для этого. Я хочу два коротких вопроса. Недавно Арсен Аваков заявил, что Одесса сегодня это столица криминального мира. Вы как одессит, вы с этим согласны? Если да, то в чем это проявляется? Абсолютно категорически не согласен. Одесса не находится на Марсе. В Одессе криминальная обстановка, криминогенная обстановка, абсолютно, на мой взгляд, схожая с криминальной обстановкой в любых больших городах. Это первое. Не хочу никого пугать. Приезжайте все летом. Весной у нас гостеприимный город. Огромное количество туристов. Уж так сложилось с уходом Крыма. Одесса превратилась. Есть проблемы. И криминальные проблемы. Но я бы тут вот что отметил бы. Арсен Борисович Аваков очень умный, опытный человек. Но странно слышать от министра, который 4 года занимает эту должность, о том, что у нас, оказывается, в стране есть города, которые там, да, криминальные столицы. Но так, как говорят в Одессе, делайте что-нибудь, чтобы это избежать и чтобы вылечить эту болезнь, если она существует. Про, как говорят в Одессе. Давайте, учитывая, что эфир, он не очень веселый, давайте закончим анекдотом одесским, вашим самым любимым. Ой, у меня нет особо любимого анекдота. Ну да, можно так, да. Одесситы же народ, у нас 130 национальностей, да. Какое-то еврейство там еще осталось, не знаю. Все обожают фильм, там, ликвидация, картина Маслом, Гоцман. Ну, два человека стоят, вот просто стоят, разговаривают. А к ним подходит третий. Просто стоит минуту-две, слушает. Они незнакомы, да. Говорит, а я вас прошу, я вас умоляю. Я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. Вот, примерно такой схожий, такой вот менталитет одесский. А вообще, если мы подходим уже к завершению, жаль, время летит. Вы говорите, у нас не, как вы сказали, у нас нерадостный эфир, да, вы сказали? Надо заканчивать всегда на позитиве. Не веселый. Нет, вы знаете, я считаю, что вот на Земле есть три лекарства главных. Убежден в этом. Это любовь, это природа и это чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора помогает пережить. Олесь, мы и переживем, и выживем, и будем счастливо жить. Я в этом абсолютно убежден. На этом мы закончим. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Дмитрием Спиваком читайте в интернет-издании Гордон. Хорошего вечера. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Дмитрием Спиваком читайте в интернет-издании Гордон.